друзья всем привет сегодня у нас речь с вами пойдет о заморышах которые стоят у меня на галерке и до которых все лето все весну и все осень не доходят руки это будет наверное какая 12 часть вот те уличники которые вышли 11 частью они планировались вообще в самом конце но так получилось как получилось и поэтому вот так вот все пошло наперекосяк но все равно как бы есть сегодня время а снять вот тех заморышей которых вы еще не слышали которые вы наверное не видели ну в общем приступим почему заморыша сейчас сами увидите вот первый заморыш это пень это был жирный жирный пень и вере фаербол красный мяч что-то нет фокуса в общем все что осталось от этого пня это вот эта детка которая сегодня уже уедет в посылке и вот от него останется еще две малышки которые но может быть пенни засохнет еще видите он уже начал высыхать но я думаю они еще успеют развиться чтобы их можно было срезать до того момента как пень окончательно сдохнет эхиверия фаербол очень яркой эхиверия красная такая достаточно постоянно у нее широкие листья раскидистая но достаточно красивое растение цвет у нее постоянно насыщенный вот детка это стояла можно сказать в тени и все равно на темное а когда растение на солнце когда ему хватает света ну такого бордо вишневого цвета очень красивая ну вот все что от него осталось следующее растение которое там стояло это хиверия мэнса но оно конечно же не заморыш вот эти белые точки на листьях это я новой брызгалкой вернее новой поливалкой которую заказала на алиэкспресс решила подкормить свои растения пару недель назад ну и так как удобрение какой-то было сверх белого цвета то те брызги которые попадали на растение они оседали и получились такие вот белые капли но это все не страшно растение очень красивая само по себе вообще мэнса очень красивая но никогда не тянется она постоянно такого интересного цвета вот там энца которая моя личная она стоит у меня на кухне и на сейчас желтоватого цвета сжата весь вся в колобок ну вот это немножечко похуже чем моя ну потому что она во первых помоложе моя уже такая листьев то много на компактное но все равно растение очень симпатичная вот это растение в продаже вот эту хиверию по моему я каком-то видео обзоре показывала но так как она стояла в том ящике то я решила ее взять и показать вам еще раз ну наверное я ее показываю это их верина на хукумини это вот растение наверное растет с марта у меня из маленькой-маленькой детки вот наверное из такой которая сейчас вот на переднем плане под юбкой у мамки вот эта мамка была такая вот за лето она нарастила вот такую кучу себе детей тут и большие дети и маленькие дети вообще розеточка веселенькая это из тех розеток которые никогда не бывают огромными лопухами которые компактные которые не тянется как все минимум мини и которая вот всегда такая интересная с красными коготками такая хиверия есть в продаже по уценке там по моему одно или два растения осталось из кореи следующее растение из этого ящика это хиверия куркс ну вот это вот капуста кудрявая конечно же прикольная вообще люблю я такие растения хоть она и большой но люблю это на зацветает сейчас такое растение также есть продажи вот листья по пустила все потому что на не полито у меня прямо не они падают видите я его поднимаю она падает сейчас полить но полить знаете это уже сейчас опасно поливать потому что дочка мне сегодня прислала на скриншот воронежской области уже ожидаются заморозки до минус одного мы от воронежа находимся в 170 километрах я посмотрел у нас погоду где-то будет ночью плюс 5 ближайшие два дня ну плюс 5 это нормально если растения не политы поэтому поливать я не буду их пусть они вот так как болтались так и болтаются времена лучшие наверное уже им не грядут потому что с каждым днем все прохладнее прохладнее становится и наверное на следующей неделе у нас к следующим выходным тоже я посмотрела по прогнозу где-то плюс 2 плюс 3 ночью а плюс 2 плюс 3 это уже возможно заморозки но до этого времени я конечно их еще оставлю то есть эту неделю они меня достоят эти выходные и следующую неделю тоже полностью наверное я их оставлю но поливать не буду даже деток пусть лучше они будут все скукоженные все вяленькие но зато они будут сохранены ну вот это вот поближе еще вам кучеряшки вот эти сниму прикольные хиверия корус такая нарядная капуста это растение пахи фитум яйценосный было у меня огромное растение просто огромное вот смотрите какие были у него мощные стволы вот этот пень остался от этого растения на нем вот выросла детка одна единственная и вот от этого пня тут два тоже пня вот от этого выросла детка тоже вот чуть подвялены и и вот там по моему тоже махонькая почечка пробивается от третьего пня ну то есть вот нещедрый он на детей вот я его весь распродала потому что он у меня занимал пол полки обожаю я такие растения и большие растения люблю ну вот место нет я сегодня считала свои горшки у меня большой большой перебор связи с корейцами потому что я жадная мне надо это надо это не в общем не знаю я конечно со страхом жду тот момент когда придет время все загружать вот эту всю страсть загружать на полки на 3 комнатные полки больше это же какой-то ужас просто просто ужас я не знаю куда это все дену но я уже мама поставила в известность вот мама так лицо скривила немножко ну сильно в отрицании не было вот этот пахифитум он был вообще обалденный он был такой жирный с разных сторон вот эти три жирных побега раскинулись на полку не знаю найду фотку или нет попытаюсь вставить потом но пришлось мне с ним расстаться ну вот из меня из этого вышли вот эти тут две детки и вот эта маленькая но может быть маленькой еще когда подрастет я их срежу укореню заново но не в общем не знаю дело в том что он же опять начнет расти опять начнет расти какой кошмар какой кошмар девочки вот на там вот при соседе лассе хиверия лолочка махонькая каким-то чудом она выжила здесь вот здесь даже не знаю кто растет в общем у меня вот таких нро неопознанный растущий объект у меня их очень очень много в каждом горшке и вроде детки такие хорошие вроде такие прикольные и вроде такие пухленькие жирненькие и хоть убейте я не знаю от какого они растения то есть вот но как какие то я узнаю по внешнему виду а какие то я еще и не узнаю хотя они уже так не больно не маленькие там сантиметра два три уже можно вид определить ну вот что-то с некоторыми никак это красова диджекта похожа на на красу пурпурную варигатную своим по своему строению по строению листа по строению вообще куста точно так же она растет но вот листики у нее темно-зеленые опушенные и на ярком солнце на ярком свету при лампах красная окантовочка и чуть-чуть рыжеватые краешки ну такая прикольная конечно красовка симпатичная огромная на не вырастает и она кустится то есть она не древовидная именно кустовой формы в общем она у меня вся поломана и не потому что тут я и что-то с нее там драла потому что я такой вот рукожоп лезу поливать рукой цепляю макушку макушка это слетает вот сейчас начала ставить смотрю макушка сломана сюда составлять начала вот она эта макушка вот она была уже пусть она такая вяленькая уже то есть она не сегодня оторвана а там не знаю может быть несколько дней назад и она вот уже лежит но корни она даст однозначно сюда и опорную будет она здесь расти вот такой кустик нарядный мне кажется неплохой следующий горшок вот здесь такой можно сказать садик это вот два растения фрития вот она это вот по моему даже не знаю что по моему седум может не седум вот этот седум вот это да это седум этот седум какое-то у него название такое на букву а он у меня наверное с февраля из листа вырос и вот все что с февраля получилось это наверное сантиметра раз-два ну сантиметра три вот так может быть сантиметра четыре не больше очень медленно растет вот это даже не знаю что может быть черный принц дитё а может быть гибрид шавиана стректефлора балерина в общем пока это непонятно ну вот удобрением залито все решила все-таки подкормить удобрением немножечко их в зиму чтобы они сил поднабрались знаете почему потому что меня детки вот я начала подкормить потому что детки за лето вообще очень плохо росли вообще ну очень медленно очень туго и вот вместе с детьми я чуть чуть под каждое растение подвзрослые немножко пшукнул но опять же не под те которые большие прям сильно сильно лопухи вот допустим вот эти нет эти и не подкармливала подкармливала вот это растение Вот это Кэрол Из этого ящика, наверное, все Это вот такой детский сад Это Фрития у меня была Был один куст, я его разделила И он очень-очень Долго лежал, усыхал Были большие-большие шапки И вот Пока она укоренялась Вот эти маленькие пипочки У него выросли И вроде, смотрю, корешки дало Но очень долго, месяца 4 давала корни Просто умирала Я уже хотела их выбросить И потом смотрю, хопа, корешочки Ну и посадила Вроде как принялась она Земля сухая, надо, наверное, чуть-чуть полить Хотя она из-под вида Такого плана, как литопсы Холода и влага Для них смертельно Если там какая-то эшка И переживет этот момент Холод и воду Низкое понижение температур И политый грунт То эшка какая-то там Может быть и выживет Ну, зачастую выживет, да А вот этому уже Это будет опасно Поэтому не знаю Он пока не умрет Пока пусть так постоит Ничего страшного Следующее растение Это укорененная голова Ихиверий топситурви Топситурви моя Это вот голова Это, наверное, года ей три с половиной Вот этой макушки Растение было большое Мощное Детей было Просто море у него Оно, знаете, как вот Как и минимум Она топситурви И дает вокруг себя деток Ну, точно так же Вот Как вот это растение Вот так Топситурви Кругом дает вокруг себя деток Этих деток Ну, так как они Вот, допустим, растет Оно, да Оно Эти детки Лезут, лезут, лезут В разные стороны Они уже Мешают другим растениям Я их удаляла И удаляла Ну, срезала И на месте Срезав На стволиках Образовывались детки И деток было Очень много И общий вид Этого растения Был Такой прикольный В центре Большая мамка И Огромная шапка Из детей Ну, смотрелось, конечно, классно И вообще Удивительно Редко так Эхиверии бывают Ну, вот Все-таки я Решила, что Мучиться ей хватит Ствол этот срубила Я вам его показывала Кстати, этот ствол Показывала его В предыдущей части Когда показывала Уличники А это вот голова С этой мамки Кстати, срубалась цветоносами И вот пока она укоренялась Цветоносики Ну, такие Достаточно прочные еще Держатся Но она недавно укоренена Может быть Недели Две-три назад Топси-турви Всегда красиво цветут И обильно цветут И очень часто цветут То есть она вот сейчас Отцветет Цветоносы у нее Можно будет срезать И там через некоторое время Она их опять выбросит Вообще Очень плодовитое растение Каждый листик Вот этот даже Каждый листик Цветоноса Он даст потом Впоследствии детку Ну, естественно От маленького листа Будет маленькая детка От большого листа Детка будет развиваться Побыстрее Ну, это такой закон Ну, а вообще Вот по деторождению Она Прям, наверное Яжмать Очень-очень плодовитое растение Ну, и достаточно красивое Я считаю Симпатичное И форма листьев Хоть она простенькая Это эшка Она распространенная Но я считаю Она по красоте Не уступит Не знаю Вот из этого ящика Не знаю Кому она уступит Ну, прям никому Очень своеобразная Следующее растение Красула Авата Триколор Я вам показывала В прошлой части Авата Голд Сансет То есть Там просто Желтый цвет А вот здесь Ну, как бы Они, знаете Схожи сейчас Вот смотришь на него Они вроде похожи Но на самом деле Здесь варегатность Она большая И она проходит По всему листу Вот В окрашенном В таком окрашенном Желтом состоянии Плохо видно Но вот Вот этот листок Заметно Вот У красула Авата Голд Такого нет Вот листок На котором Точечка От удобрения Смотрите Вот В центре Проходит белая полоса Ну, и все другие Листья То же самое Если приглядеться Варегатность Здесь ярче выражена Чем на окрасу Лиавата Голд Вот, смотрите Я это растение Выставила на продажу Но мне его так жалко Если честно Прям безумно жалко Очень красивое Смотрите, какое красивое Вообще Суперское Деревце Места нет Поэтому выбирать Мне не приходится Просто если оставить его Это значит Постепенно загубить растение Потому что освещения На всех не хватит Места на всех не хватит Растение потеряет окрас Листья измельчают И вот этой красоты Которая сейчас есть Уже, конечно же, не будет У него даже стволики красные Не просто вот Ну, такой старый ствол Коричневый А молодые стволики вишневые Смотрите, какая красота Я обожаю вот эти растения Обожаю Аваты все Древовидные красулы С детства В детстве, помню, у нас была Красула авата Обычная, зеленая Тоже достаточно такое Старое растение Помню, ствол жирный был Но, может быть, от того, что Я еще маленькая была Она мне казалась Прям вообще огромным-огромным Ну, и я делала уколы в листике До сих пор помню, как Вода из иглы входит Вот в этот, ну, в лист И растекается Внутри листа Мне это так было интересно Мама, конечно, этого не видела Моя Что я шкодничала вот так Засыхали листья, засыхали Почему-то вот сохнет авата Что-то с ней не так А что с ней не так Никто не признался Да, косяк Это котеледон войлочный Варегатный Варегатный Здесь не очень выраженный Но все-таки заметная Вот, видите, прожилки Желтые По листам На какой-то голове посильнее На какой-то поменьше Вот он сейчас весь в пыли Просто Вот эти войлочные Все пушистики Они собирают на себе Всю пыль Всю грязь С улицы И вот, когда я буду Заносить его домой Сейчас это нет смысла Этого делать Потому что Завтра будет то же самое А когда буду заносить домой Буду брать Зубную щетку Мягкую Кисточку И всю эту Грязь и пыль Выскребать из листьев Осторожно Ну, чтобы растение Имело достойный вид Вот такой вот Красивый кустик Войлочный Очень красивый Его еще называют Медвежьи лапки За форму листа Вот такой Пухлячочек Лохматенький Замечательный Кончики у него краснеют На солнце При ярком освещении Кончики краснеют Ну, вообще чудесное растение Прикольное Из листа он не размножается То есть У кого есть Даже не пытайтесь Портить растение Отдирать от него листья Никогда не было Еще ни разу Такого случая Чтобы котельдон Войлочный Размножался из листа И давал детку Он может Из листа размножиться Если оторвать Кусочек ствола Вместе с листом То есть Захватить Вот место От почки Тогда есть шанс Что будет детка Если просто же лист Ну, вот упал лист Это я не драла Это, видимо Ну, просто по неосторожности Я не знаю, сколько он уже здесь лежит Он будет еще долго лежать Потому что это суккулент Влаги в нем много Он будет постепенно усыхать Усыхать Но Вот он весь в земле Вот он уже прям видно Сухой Сухой-присухой Это он тут, наверное, Все лето уже пролежал Ну, даже не намека На корешки и детки То есть Это бесполезно Вот так Ну, очередной пушистик Каланхоя Шоколадный солдат Я ему хочу сейчас После видео Снести голову Ну, где-то так По центру его обрезать Обчикать Укоренить И посадить В отдельный горшок Может быть и не буду Не знаю Ну, какой-то он длинноватый Стал прям Вытянулся Не очень красиво Потому что здесь побеги Которые были Которые вот По всем сторонам Я их обрезала Продавала Ну, опять же От того, что Он большой был Очень пушистый был Ну, вот Что осталось От него сейчас Мне как-то Не очень нравится Его внешний вид Макушка у него красивая А Здесь Не очень красиво Потому что Все побеги срезаны Солнце уже прячется Уходит Не знаю Успею ее отснять При солнышке Потому что Без солнца Некрасиво Не видны Не виден Такой окрас Суккулентов Который есть Вот так Если Ой, сколько на нем И паутины И всего на свете Это вот все Паутины на нем Ну, то же самое Как и с котеледоном Это сейчас бесполезно Его убирать Потому что И пыль И все на свете На него сыпется И это только Когда убирать Его в комнату Резкости нет Этот тоже Задохлик У меня Отправится В ближайшее Будущее Наверное Сегодня Завтра На черенкование На укоренение Потому что Куст Ужасно страшный Ужасно вытянутый Ну, такой Он уже Весь развалился И Он Можно сказать Дохлый Вот эти побеги Они По идее Должны быть Жирнее Намного Так как Ему не хватало Влаги Он у меня Стоит На самом На самом Дальнем месте И Туда Просто Я не дотягиваюсь С поливом В общем Может быть Поливаю Так наобум Но может быть Мимо горшка И поэтому Он практически Весь засох Вот это Красло Плавновидное Вот Ну С ней все равно Мне жалко Расдаваться Белка Приперлась Вот Нужна ты мне Ты приперлась Белка Ну Не нужна Ты мне Честное Слово Белочка Ну Не нужна Белочка Ну Своли Пожалуйста Иди Так Дальше У нас Идет Красула Кимфаер Это Красула У меня Была Тоже Обрезана Вся Вот Укорененные Вот эти Побеги Обрезанные Стволы И Они Уживут Дают Детей Со Всех Сторон Вид У нее Сейчас Не Очень Красивый Ну А так Она Была Конечно Посимпатичнее Летом Листики У нее Красноватые Молодые Всегда Лезут Зеленые Побеги У Такой Красулы И Со Временем Они Начинают Краснеть Ну Вот Условия Ей Создать Именно Стрессовые Условия Чтобы Не Было Влаги Было Много Солнца Либо Перепад Температур Ну Я думаю Она За пару Недель Конечно Еще Подокрасится Это Максимальная Страсть Максимальный Задохлик Это Красула Мезембриотеновая Гибридная Вставлю Фотку Чтобы Вы Посмотрели Какой Она Была И Какая Она Сейчас Дело В том Что Вот Эту Красула У меня Постиг Вирусный Недух Который Был Где-то В феврале Но Я Вам Рассказывала В каком-то Одном Из Видео Рассказывала То Что Вирус У меня Проник На Все Красулы Которые Монро Приехала Заразная Она Походу Была И Заразила Мне Вирусом Все Красулы И Вот Красулы Эти Вот Смотрите Что Стало С Срезала Все Побеги Они У меня Сушились Сегодня Я Их Посадила Вот Они Эти Побеги Они Пока Еще Вялые Они Еще Лежат Не Встают Ну Вот Корни Начали Уже Давать И Я Думаю Через Пару Недель Она Придет В себя Хотя Б Частично Это Все С ней Будет Хорошо Вот А Этот Пень Я Думаю Там Уже Нечего Ловить Оказалось Что Ловить Тут Еще Есть Чего И Много Так Что Вот Эти Молодые Тоже Я Наверное Посрежу Все Побеги А Палку Эту Корягу Выкину Вот Вот Такой Вот Ужас Бывает Девочки И Мальчики Но Чрезвычайно Живучая Красула Любовь К Жизни Огромная Вот Даже Из Таких Пораженных Вирусом И Грибом Пней Растут Здоровые Жирные Побеги Приблизить Если Посмотреть Структуру Листа Нет Не смогу Наверное На весу Рука Трясется Вот Светет Она Очень Красиво В отличие От Многих Других Красов Которые Цветут Белым Вот Допустим Том Том Цветет Белым Сейчас Начинает Зацветать Видите Она Цветет Розовыми Цветочками Точно Точно Как Многие Красов Пахнет Такой Медвяный Запах У нее Достаточно Интересное Растение Когда Оно В Хороших Руках Когда Оно Здоровое И Когда Оно Ухоженное Так Сейчас Я еще Дотянусь До этого Горшка Это Каланхоя Войлочная То же самое Сломано Все Сломало Причем Сегодня Срез Там Где Отломлен Прям Вообще Вот Зеленая Мякоть Еще Даже Сегодня Прям Свежая Полезла Рукожопище Рукожопище Вот Это Каланхоя Войлочная Это Ментоза Похож На Шоколадный Солдат Но Посветлей Да Белка Ну Кто Тебя Суда Звал Иди Сейчас Вынесу На солнышко Этот побег Я Оторву Сейчас И Пырну Рядышком Вот Такой Интересный Кустик Но То же Самое Видите Вот Весь Он В мусоре Весь Он В паутине Паутина Там И Какие Самолетики Вот От Одуванчиков Типа Того Ну От Подвида Молочаевых Уличных Млечники Молочники Как их Называют Ну Те Которые Цветут Желтыми Цветочками А потом Семена Распространяются По ветру Самолетиками Парашютиками Вот Такое Растение Не знаю Что про него Сказать Неприхотливое Выдерживает Все Какие бы Вы условия Ему Не Предложили Выдерживает Все Но Единственное Без Досветки Конечно Оно Подвытенится Свет Любят Все Без Исключения Свет Любят Все Суккуленты Чем Больше Света Тем Растение Ваше Ярче И Нарядней А вот Эту Страсть Мне Даже Стыдно Показывать Вот Честное Слово Мне Его Очень Жалко Но Я Ничего Сделать Не Могу Во-первых Его Сварило Солнце Смотрите Сколько Ожогов На Листьях Во-вторых Оно Так же Как Вот Эта Красава Плановидная Стояла На самом На самом Заду И До Него Походу Влага Совсем Не Долетала В Третьих Вот Третье Это Самое Основное И Самое Главное Не Знаю Почему И Третьим Это Назвала То Что Оно Попало Под Обстрел Ласточек Так Получилось Что Оно Как Раз Стояло Под Гнездом Ласточек Где Они Выводили Своих Птенцов И Вот Я Вставлю Фотку По Моему Я Фотографировал По Моему Не Удалила Специально Для Этого Видео Чтобы Вставить И Показать Что Было С Ног До Головы Это Растение Было Обделано Фекалиями Ласточек Я Конечно Это Все Когда Увидела Когда Руки До У Меня Дошли Рано Или Поздно Я Это Все Как Осторожно Не Пыталась Чистить Все Равно Послетели Многие Листья Стволы Оголились От Того Что Вот Они Очень Такие Ядреные И Там Где Было Основное Скопление Вот Это Даже Мне Кажется Не От Солнца А Именно От Ожоги От Ласточкиного Помета В общем Бедный Бедный Адромиску Скупера Очень Бедный Очень Несчастный Ну Он Очень Хорошо Принимается Листом Вот Тоже Лист Отвалился И К тому Же Я Еще Цепляла Листья У него Хрупкие Я Каждый Побег Цепляла Руками И В общем От него Не знаю Что Осталось Просто Просто Какая-то Страсть Наверное Вот Я Себя Делю Вот Этот Побег Один Который Хорошо Сохранился Укореню Его У меня Будет Просто Один Единственный Адромискус Маленький А вот Этот Большой Он Конечно Классный Был Летом Ой Летом Весной Он Был Классный Вырос Он Прилично За Зиму Симпатичный Был Ну Вот 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 Этот Задохлик Это Конечно Моя Вина Сто Процентов Моя Вина Но Руки Не Доходят До Всех Поэтому На Его Долю Выпала Такая Незавидная Участь Белка Белка За мной Подсматривает Друзья Ну все Это был Обзор Тех Задохликов Которые Я хотела Вам Показать И Вложилась Я Наверное Сегодня В полчаса Чуть Чуть Побольше Ну Это Было Будет Тринадцатая Часть У нас Наверное Я Уже Запуталась Если Честно Ну Все Друзья Всем Спасибо За Просмотр Всем Желаю Здоровья Добра Теплой Осени Хорошего Осеннего Настроения Погоды В доме И Мира Пока Пока